Патриотические клубы и общественные объединения Омской области приняли участие в традиционном военно-полевом выходе, который прошел на Зелёном острове. В этом году количество участников выросло. 33 команды вызвались показать на соревнованиях навыки и умения, которые они приобрели в патриотических клубах. Главная задача нашего мероприятия – дать какие-то азы начальной военной подготовки для ребят, чтобы они понимали, что такое автомат АК-74 или как снарядить магазин боеприпасами, как поднести боеприпасы. Также здесь командная игра, поэтому сплачивается командный дух. Практически при каждой школе существует отряд ливноармейский, также клубы по месту жительства, которые занимаются военно-патриотической подготовкой. Сейчас интерес к этому растет, ребятам интересно узнать, что это такое, какая-то подготовка к службе в армии идет допризывная. Молодые бойцы должны были пройти несколько испытаний. Свою физподготовку участники показали в дартсе, в состязаниях на жим гири, командой выполняли жим бревна. В военизированных дисциплинах молодые люди на скорость снаряжали магазин патронами, метали гранаты на дальность, проверяли свою меткость в стрельбе из пистолета, а также разбирали и собирали автомат Калашникова. Это те обязательные навыки, которые ребята отрабатывают в своих клубах и объединениях. Мы настраиваемся, конечно, на подведу, как всегда. Мы готовились очень долго, довольно две недели, где-то примерно около месяца, начало месяца начали. Мы приехали, чтобы узнавать все новое. Мне кажется, военное мастерство всегда нужно. Смотря на других соперников, думаю, что они достойны. И думать, и решить, кто сильнее, я не могу. И я надеюсь на лучше. Вышли команды и на поле боя. Им предстояло поразить как можно больше противников из лазерного оружия и захватить их базу. Один из этапов – эстафета «Одень бойца спецназа». Здесь ребята по очереди надевали боевую экипировку на солдата, защитные пластины на плечи и голени, бронежилет, шлем. Оснащали бойца средствами защиты. Главная задача в этом состязании – прочно закрепить все элементы и показать лучшее время. Очень много времени готовили сборку и экипировку солдата. Очень долго изучали, как правильно все быстро делать, не торопясь причем. А также очень тщательно готовили сборку автомата и сбор магазина. Наш рекорд – 28 секунд личный. Я пойду на проконтракты, в армию служить, и все это идет как подготовка для взрослой жизни. Военизированная эстафета – полоса препятствий – самый сложный из всех этапов. Здесь от участников требовались выносливость, ловкость и скорость. В итоге самые лучшие результаты на военно-полевом выходе смогли показать команды Павлоградского, Исселькульского и Черлакского районов. Редактор субтитров А.Семкин